Итак, сегодня футбольный клуб Сочи распрощался со званием фарм-клуба «Зенита», которое многие, так скажем, приписывали данному коллективу. С вами снова Константин Калуцкий, и давайте разберем ту встречу, где сочинский коллектив впервые отнял очки у «Зенита», причем сделал это на выезде. Причем это произошло в том матче, где первоначально южане вообще ни черта не показывали, играли откровенно уныло, впрочем, как и «Зенит», старт встречи вообще получился очень скучным, но потом удаление, голдзюбы, и вот эти два нюанса, они, конечно, вскрыли игру, и в результате мы получили достаточно событийную встречу, которую, конечно, будут обсуждать. Ну и главный результат — Сочи наконец-то отнимает очки у «Зенита», потому что, согласитесь, очень многие приписывали данному клубу статус фарм-команды, то есть ручного клуба, который должен проигрывать и сдавать очки. Но сейчас мы увидели обратную ситуацию, и давайте обсудим данную встречу. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания «Балтбет», продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте «Балтбет», а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус — три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну и начинаем мы, конечно же, со стартовых составов. Если говорить о «Зените», то здесь команда отказалась от расстановки в три центральных защитника. Достаточно неожиданно, согласитесь. В результате Вильмар Бариос, который привычен нам уже по позиции третьего центрального, оказался в середине поля вместе с Кузяевым и Венделлом. Ну, соответственно, бразильц и россиянин действовали повыше, ну а Бариос в центре поля в качестве опорника. Кайцук на воротах, на флангах. По-прежнему Сутармин справа, потому что Караваев травмирован, а слева Дос Сантос в атакующей группе не было Клаудинью. Вот еще одно важное отличие. В результате появился Малком, Азмун и Дзюба. Впрочем, Азмун здесь задержался ненадолго. В общем, мы видим определенные перестроения, определенные изменения, и, возможно, отход от той схемы 3-4-3, которая была таким, знаете, оружием победы для «Зенита», возможно, именно этот отход от расстановки стоил команде очков. Что касается Сочи, на воротах Джанаев, в центре защиты Юрганов, Прохин и здесь же Родригалу, на флангах Зайка и Терехов, ну а в центре поля Юсупов и Цалагов. В общем, все максимально ожидаемо. Те самые футболисты, которые в большинстве случаев появляются с первых минут, кроме центральных защитников, здесь все-таки тот же самый Юрганов. Это скорее футболист подмены, но Барыча здесь в стартом составе не было у Сочи. Ну и в атаке Бурмистров, Косьера и Воробьев. Вот такой вот подбор исполнителей. Здесь нету Юсупова, нету Жоу Зиньо, которые, возможно, в оптимальном сочетании должны выходить с первых минут, поэтому в атаке у Сочи, возможно, не хватало пробивной мощи, и, возможно, это было одной из причин, почему сочинцы так вяло выглядели на старте встречи. Впрочем, здесь и Зенит не следует переоценивать. Было видно, что и те, и другие играют, ну не то чтобы с неохотой, но, скажем так, не на 100% выкладывался Сочи, понимая, что силы могут пригодиться во втором тайме, осторожно очень начинали южане. Ну а что касается Зенита, на них, конечно, сказывается фактор Еврокубков, фактор того, что им нужно было выступать в Лиге Чемпионов, где они, кстати, добились очень важной для себя победы. В результате стартовый отрезок был очень скучным, но потом все взорвалось буквально. Сперва удаление Азмуна, здесь Варт перепроверил эпизод и дали красную карточку за опасную игру против голкипера. Этот момент, кстати, будут обсуждать и ставить в пример того, что, дескать, и против Зенита могут ошибиться, но, на мой взгляд, Азмун действительно дурака свалял и полетел здесь откровенно по-хамски. Да, возможно, здесь и был вариант оставить желтую карточку, или, как принято еще говорить, оранжевую, такую, знаете, желтую с предупреждением, что еще один косяк и вылетаешь с поля. Но красная, мне кажется, тоже вполне себе уместным решением. То есть 50 на 50 здесь был вариант. Ну а потом Артем Дзюба смог забить гол в меньшинстве, и тут, конечно, большой вопрос к Прохину. Чем он занимался? Видимо, Ворон считал. Или Бакланов на трибунах и на крыше стадиона «Зенит», либо чем-то еще страдал. Но в любом случае Прохин здесь проварганил эпизод, и Дзюба открыл счет встречи, когда его команда уже находилась в меньшинстве. Статистика по итогам первого тайма была весьма показательна. 63 на 36 процент владения в пользу «Зенита» и 7-6 по ударам. Преимущество, опять же, на стороне «Сине-Бело-Голубых». То есть мы видим, что в основном «Зенит» играл первым номером, старался доминировать, но опасных моментов был, прямо скажем, маловато, и что характерно, гол был забит уже в тот момент, когда «Зенит» находился в меньшинстве. Во второй половине встречи, конечно же, ритм игры поменялся. Здесь мы уже видим достаточно серьезное преимущество Сочи в проценте владения, почти 60 на 40. Ну и, кстати, по ударам Сочи в итоге также смог пересилить «Зенит». Во втором тайме 11 ударов удалось здесь нанести футболистам южной команды. Но при этом, если мы берем стартовый отрезок второго тайма, то здесь численное преимущество Сочи не приносило им особых дивидендов. Да, они владели мячом, да, они раскатывали мяч слева направо и обратно, но реальных обострений мы так и не увидели. Все-таки следует отметить, что «Зенит» потерял нападающего. И да, атака ослабла, но, с другой стороны, имея впереди разыгравшегося «Дзюбу», который во втором тайме попал в перекладину, а мог вообще хоронить соперника. Представьте, 2-0. Да хрен ты отыграешься с «Зенитом» на выезде, даже с учетом того, что они играют в десятером. В общем, «Дзюбы», в принципе, хватало в атаке для создания определенного напряжения. Но главное, в обороне-то все остались. Здесь все футболисты на своих позициях, поэтому стройность игры определенная по-прежнему присутствовала. Но потом Сочи, конечно же, добрал за счет замен. На поле появились свежие футболисты. Впереди это Юсупов, Попов. Там дальше потянулся еще и Жалазиньо. Очень мощная скамейка запасных, следует это признать. Ну и в каком-то смысле произошла смена расстановки со стороны Сочи, потому что на поле вместо Прохина появился Маргасов. И таким образом вместо центрального защитника вышел фланговый. Сочи перешел на такую мигрирующую, плавающую схему, потому что Маргасов, понятное дело, много подключался вперед. Куда больше, чем Прохин. И подключался как раз-таки по флангу. И в результате за счет этого удалось вскрыть ту остановку, которая была у «Зенита». Здесь стало возникать больше опасностей и напряжения, в частности на флангах. Отсюда пошли прострелы и навесы. И один из них закончился фиаско в исполнении Крисука. Вот здесь Станислав, конечно, дал маху. И в результате Кассиера смог сравнять в счет. А через несколько минут был забит уже второй мяч. Вот так вот, знаете, дуплетом выстрелил Сочи. И тут, обратите внимание, Юсупов отдал голевую передачу на Терехова. То есть один из тех, кто вышел со скамейки запасных. Ну а дальше у Сочи был шанс забить уже третий мяч. То есть вот так вот. Свеженькие футболисты, они здесь взорвали буквально данную встречу, добавили активности, добавили огонька. И вот, пожалуйста, «Зенит» не выдержал. Все-таки нужно понимать, что хоть «Зенит» и держался достаточно пристойно, большую часть вот этого отрезка, играя в десятером, все-таки на это тратились большие силы. А «Семат», на мой взгляд, запоздал с перестановками и запоздал с какими-то тактическими изменениями. На мой взгляд, нужно было практически сразу после удаления переходить на трех центральных защитников. Потому что четверки при достаточно плотной обороне не всегда хватало. Плотный в плане того, что «Зенит» постоянно сидел в защите второй тайм. Процент владения был 40 на 60. То есть здесь, так или иначе, «Зениту» нужно было делать какие-то перестроения. Но «Семакс» с этим явно запоздал. И в результате мы получили то, что постепенно-постепенно «Сочи» додавил своего соперника, в том числе за счет свежих исполнителей. Ну и что тут можно сказать? Поздравляю сочинцев! Но и отчасти поздравляю «Зенит», потому что теперь у болельщиков этого клуба есть вполне себе легальная и вполне себе понятная аргументация, почему «Сочи» не является никаким фарм-клубом «Зенита». Посмотрите, вот, пожалуйста, победа. Причем в тот момент, когда, казалось бы, у «Зенита» как раз есть возможность оторваться от своих ближайших конкурентов, пока там у «Локомотива» проблемы, пока «ЦСК» скоро с «Надаром» теряют очки. Вот, пожалуйста, «Динамо» проиграл. Вот шанс, шикарный шанс. Но почему-то фарм-клуб, опять же, теперь уже якобы фарм-клуб «Сочи» отнимает очки и побеждает. Странновато, согласитесь. Впрочем, я уверен, что многие по-прежнему будут полести какие-то, знаете, интриги и рассказывать о том, что все куплено. И «Сочи» — это ручная команда, которая поставляет шесть очков в сезон. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше пяти-шести слов. Всем удачи, всем пока!